Переговоры, которых ждали не только в Кыргызстане, но и за его пределами, состоялись. Суромбай Джеймбеков и Нурсултан Назарбаев решили, что границы откроют до полного согласования дорожной карты. Это значит, что свои грузы теперь получат бизнесмены как в Казахстане, так и в России. Правда, следить за перевозкой грузов будут втрое внимательнее. Главы государств договорились, что кроме специалистов из двух стран, проверять машины станут и независимые представители от партнеров по ЕС. Мы договорились о том, что до подписания дорожной карты границы будут открыты. На днях состоится встреча правительственных рабочих групп для согласования указанного документа и ускорения решения вопросов по границе. Вице-премьер-министр Толкунбек Абдугулов и представители министерств сегодня отправятся в Астану. Затем в Бишкек прибудет соответствующая делегация из Астаны, и стороны подпишут дорожную карту. Эксперты говорят, идея двух президентов могла бы стать позитивным примером для всего ЕС. Проблемы доставки грузов и межгосударственной торговли сегодня есть не только у Кыргызстана с Казахстаном. Практически все участники Альянса в различных вопросах сталкивались с подобными проблемами. Участие независимых наблюдателей помогло бы избежать конфликтных ситуаций. Так как ЕС находится на стадии становления, понятно, что подобные процедуры не прописаны, но это живой организм, и соответственно законодательство и нормы ЕС должны меняться и соответствовать тем реалиям, которые у нас есть в жизни. Тем более ЕЭК в принципе решает споры, возникающие между странами и участниками ЕС. И поэтому создание такой комиссии необходимо. Если возникает спорный момент, то безусловно нужна третья сторона, объективная третья сторона, которая могла бы, если не дать совет, поставить точку, но дать разъяснение и консультацию с точки зрения ЕС. Проблема на границе с Казахстаном будет полностью снята, как только подпишут дорожную карту. Эксперты уверены, что уже в Новый год страны войдут с принятым документом. Тем более, что уже с 1 января вступает в силу новый таможенный кодекс ЕС, который автоматически снимает многие спорные моменты. Поводов для взаимных упреков просто не будет. Там уже внешние границы будут в режиме онлайн просматриваться, через какую страну, какой груз, в какое время, в каком режиме проходит. То есть за этим будут наблюдать абсолютно все таможенные службы стран Евразийского экономического союза. То есть практически серая схема уже уходит на нет, потому что будет, ну там будет все, сколько зашло транспорта, с чем зашло, как зашло. И тут уже серые схемы, которые раньше существовали, скрывали количество транспорта и так далее. Что везет, этого уже не будет. Автоматически это все, как говорится, уйдет. И тогда уже вот эти споры, которые говорили серые схемы у Кыргызстана, у Казахстана, у России, они уйдут в историю. Уже заработает полноправно Евразийский экономический союз со своим таможенным кодексом. Что же касается бизнесменов, которые понесли убытки во время блокады кыргызско-казахской границы, то по ним уже ведется работа правительства. Министерству экономики уже поручено разработать механизмы компенсаций. Уже с декабря государство начнет оказывать предпринимателям помощь, которая возместит часть понесенных затрат. Ну, последнее заседание по правительственным, по оценкам, это была разработка методологии, по которым критериям оценивается, кто является потерпевшей стороной. Вот, поскольку для них будут определенные привилегии в налоговом законодательстве, вот, острочки платежам, и можно будет в рассрочку, например, налоговые обеспечения свои реализовывать, то для этого требуются, прежде всего, критерии. И это поручение было вице-премьера, дано Министерству экономики протокольно. Минэконом готовит список пострадавших предпринимателей. Виза-сообщества говорят, что главное – это то, что появилась большая надежда на положительное решение вопроса. Предприниматели надеются, что уже в ближайшее время торговля между нашими странами вернется на прежний уровень. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС.